Признаки половозрелости. Как узнаем, что девочки и мать стали половозрелыми? Если стало 15 лет. Или же волосы растут в районе паха. Или же начинают сныться, полються. Это три общие вещи, которые с мальчиками и девочками происходят. Это указано то, что они стали половозрелыми. И девочки добавляют четвертые вещи. Если у нее начались смечные циклы, она становится половозрелой. Началась сахать. То есть, с этого момента для половозрелого становятся вещи, которые становятся обязательно для взрослых. То есть, для девочки, например, становятся обязательно хижаб. Да. Это не только для этого. Но это не значит, что до этого времени ничего не должны делать. И вот сполозрелось все, молитва, пост, хижаб. Нет. Тут как у нас сунь, потому что с 7 лет обучают детей с молитвой, приучают также хижаб. Здесь все приучают. За молитву с 10 лет уже нужно бить до оставления. То есть, также с детства нужно приучать детей к посту. Но когда они становятся волозрелыми, им уже становится обязательным этот пост. То есть, что значит разделять в постели? Что мальчики не должны спать с друг другом в одной постели. И также мальчики не должны спать с девочками, девочки с девочками. То есть, с 7 лет дети должны спать каждый ребенок отдельно.